Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект Ладная Я. И сегодня мы будем говорить о ваших недостатках. Многие считают, что с недостатками надо бороться. Надо прятать их, как грязное белье, подальше туда, в шкафчик, чтобы никто никогда не увидел, ни о чем не узнал, чтобы, не дай бог, не догадался, потому что мы хотим быть хорошими девочками, мы хотим показывать только свою парадную сторону, а недостатки все пух-пух-пух туда в тень, уходите, прячьтесь и никому не показывайтесь. Мои дорогие, я сегодня кого-то из вас обрадую, кого-то удивлю, но думаю, больше всех порадую. Прятать свои недостатки – очень большое усилие. Очень большое усилие и энергозатратное для нас, потому что мы очень многое пропускаем мимо своего внимания, пытаясь спрятать то, что мы не хотим показывать людям. Я не говорю, что их надо как флаг нести впереди себя и всем показывать, что я умею поскандалить, я умею поругаться, я умею нахамить, или еще чего-нибудь, или я ленивая, или еще что-то. Каждый из вас лучше меня знает свои недостатки. Но важный момент – не надо их держать постоянно в тени. Недостатки надо выгуливать. Что значит выгуливать? Свои недостатки. Периодически позволять себе проявлять эти недостатки. Если вы, допустим, можете сильно ряпнуть, когда кто-то наезжает на вашу территорию, да, вежливый быть хорошо. Быть хорошо, внимательный, интеллигентный – прекрасно. Но иногда ряпнуть или послать намного эффективнее, полезнее для того, чтобы вас начали уважать. Или, если вы будете везде, как пионерка, бросаться впереди всех и делать всю работу за всех, это все хорошо, но уважение вы все равно не заслужите. Иногда надо сказать, ребята, не пошли бы вы попахать, а я вот здесь отдохну, я уже устала. И это будет выгул ваших недостатков, потому что вы будете давать им волю. Почему так? Я советую. Потому что, когда вы все прячете туда, в тень, за свои плечи, пытаетесь отказаться от этого, пытаетесь спрятать это от других, вы отказываетесь от очень большой части себя. Те, кто проходили мои тренинги по самооценке, очень хорошо знают, что в недостатках для нас, в наших недостатках, есть для нас тоже очень много ресурсов. Но если мы их прячем и не можем ими пользоваться, если мы не разрешаем им проявляться, мы большую, потому что, смотрите, вот мой фасад. А представьте себе, сколько находится всего у меня за спиной. И вот это все большое хозяйство мы прячем от себя, от мира. То есть вот эту здоровенную часть себя мы отрезаем и говорим, фу, я не хочу это видеть. И мы чувствуем себя обделенной. Мы чувствуем себя непризнанной, потому что сами себя не признаем. А где же нас кто-то другой всю целиком полюбит? Можете себе представить, если мы только кусочек постоянно показываем, музенький такой, раз, 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 показали и убежали. А мы же хотим, чтобы любили нас всю, и с достоинствами, и с недостатками, особенно с недостатками. Так вот их периодически надо выгуливать. Потому что тогда вы даете людям шанс узнать себя. Тогда вы не теряете своей цельности личностной. Тогда вы понимаете, что иногда ваши недостатки не так уж плохи, потому что они могут приносить вам пользу. И вы начинаете ее извлекать. Мало того, открою еще один большой секрет. Ваши недостатки иногда показывают нужным, вашим людям, с которыми вам будет хорошо, которые могут быть вашими хорошими партнерами по бизнесу, по жизни, с которыми у вас может быть большая любовь, морковь и счастливые отношения, они показывают, что вы живой человек. И если они эти ваши недостатки принимают, значит, они с вами могут быть долго. А значит, вам вместе может быть хорошо. Так что, мои дорогие, выгуливайте свои недостатки, поветривайте их иногда, дайте им волю, дайте чувствовать самой себе себя цельной. А мы с вами встретимся в следующих видео. Ну и да, лайки, подписка на канал. И до встречи в следующих видео. Пока-пока, мои ласточки.